Привет, друзья! Привет! Мы сегодня будем наряжать дом ко дне благодарения. Долго собирались это сделать. Все ждали, когда нам придет новый стол. Так он к нам и не пришел. Короче, вот здесь у нас должны были быть висеть цветочки вот эти. Давно мы ждем их, чтобы повесить. Думали стол, когда придет, повесим, чтобы было видно, куда вешать. Ну, скорее всего, сегодня повесим картину сюда повесим какую-нибудь. Не знаю пока какую. И будем все украшать желтенькими листочками и красивыми цветочками и еще индейками. А еще я хочу повесить сразу огоньки, чтобы, да, к Рождеству, чтобы потом убрать осенний декор и чтобы к Рождеству уже наряжали, а у нас огоньки уже были. У нас уже елка стоит там. Елка наша на балконе стоит. У нас в коробке. Теперь представить самое страшное и самое плохое из украшения дома. Это что? Эээ... Цветы. Я не знаю. Нет идей? Нет. Цветы повесить? Нет. Под лестницу влезть и достать все, что у нас есть декор весь в кладовке. У нас с прошлого года осталось много декора осеннего, ко дню благодарения. И он лежит глубоко-глубоко в кладовке под лестницей вместе с новогодними всякими вещами. И сейчас мы влезем, пролезем в трехметровый тоннель, проделываем среди нашего хлама и выкопаем новогодние и осенние украшения. Покажем зрителям, какой у нас там кошмар под лестницей сейчас. Соня, не хочет, пошли. Мы сейчас еще не будем. Короче, сейчас покажем все как есть, потому что туда все в последнее время наваливали и никто ничего не убирал. Короче, вот такого хлама давно у нас не было. Мы просто уже кидали все, что попало, потому что знаю, что будем разбирать. А вот здесь вот и есть уже. И вот там в глубине 3 метра. На глубине 3 метра вот туда. Так, давайте убирайте сначала. Берите те, что мы купили в Майклсе. Несите наверх. Там внутри я заметила шапку. Там шапку новогоднюю. Клей наш, из которых мы слаймы делаем. Лиза, на. А, я еще хотела. Теперь будем откапывать все остальное. Короче, немножко расчистили. Будем пробираться во все наши короткие. Дайте мне лампу. Да, я там долго не было. О, я уже вижу. Хочу пройти. О, уже видно. Где он там? Ёлка торчит. Сейчас его достанем. Короче, вот столько мы всего достали. И в какой-то из этих коробок, ко дню благорождения... Ой, было. Благодарение. Ко дню благодарения. Так, надо понять, где у нас там листочки и цветочки. Я думаю, что мы через неделю после Дня Благодарения начнем к Рождеству уже потихоньку наряжать, да? Нам нужны огоньки светлые, белые пока. Так, что у нас здесь? Вот они, да? Такие доставаем. У нас где-то еще большие были. У нас там, мы кружи. О, вот полно здесь белых огоньков. А цветные потом. А, это, наверное, три года назад где-то делали, да, ваши ручки? А чья это? Маленькая. Нет, ни надписи не осталось. Куда-то слетели. Вот столько мы Сонечка достали. Все размотаны, запутаны. Короче, Сонечка, тащи вот это все наверх. Вот этим будем верх украшать. Вот этими всеми огоньками. Отлично, да? Ну вот, ножички. А я сейчас буду цветы искать, букет, который у нас будет. Помочь, помощь нужна? Так, мелкие, идите, помогайте с вами. Да, не надо, не надо. Радостные. Попиши, радостные. А вон, гляньте, кто там попой вверх лежит. Ха-ха-ха. Это мороз наш. Американцы. Это вот красота, мы через 10 дней повесим ее. Так, вот они, цветы, которые могут подойти и к Рождеству, и к Дню Благодарения. А, это прошлогодние? Венечек наш, да, это прошлогодние. Ну, красивые все. Да, еще добавим к нашим, и будет круто. Бери. Неси, их надо встряхнуть, будет хорошенько. Мам, вот этот зеленый, вот этот зеленый и красный цвет как раз к новогодним праздникам подходит. И к Дню Благодарения тоже подходит. А кружки? Я забыла, что у нас есть кружки рождественские. Давай посмотрим. Смотрите, такие кружки стакан, они тоненькие, классные. Их там много. Их должно быть штучек или 4, или 6, я точно не помню. Здорово. 3, 4. Сейчас я покажу одну очень смешную вещь, которую уже не носит. Никто у меня просто так висит. Это такой прошлый век. Кожаные вещи с мехом. Этому пальто я не знаю сколько лет. Пойдем, Соня, на свет. Ай, я не могу. Соня, кожаное пальто. Я уже не знаю, какой тут мех. Я забыла, как он называется. Че это? Висит у меня это пальто, и я его не ношу. Естественно. Прям понавалили, ужас. Так, все, давай снимай. Начнем украшать дом. Вот этот букет мы будем ставить в вазу, в оранжевую специальную. Вот этот мне больше всех надо цветов. Вот этот и еще подсолнух. У меня здесь красный подсолнух есть и обычный подсолнух. Классный подсолнух, и вообще суперский. И красный. Кто-то писал, что плохо относится к неживым цветам. Вот если бы вы попробовали и посмотрели, как на самом деле вблизи видят вот эти неживые цветы, то вы поняли, что напрасно так считаете. Еще и духами побрызгаем, а они будут пахнуть хорошо. Никита, хвост, ага. А это муж не друг. Они и так теперь хорошо пахнут. Так, теперь в поиске вазы. Я точно не знаю, где она. У нас вот есть вот это, куда мы будем фрукты складывать. Ваза. О, осторожно, не разбей. Она не тяжелая. Зато она стеклянная. Если она выскользнет, то хана ей будет. Разно только нужно, чтобы помыть немножечко. Берем цветы. Будем сейчас напихивать и смотреть. Все вместе будем придумывать. Все, все цветы, которые мы в этот раз купили и в прошлый раз, все здесь? Да, все. Да, здесь меньше. Я думала, что больше будет. Но все равно красиво. Давайте по одному впихивайте и будем смотреть потом. Сань, давай, начинай делай. О, пошел я. Нет, нормально. Слушайте, вот эти надо будет этикетки с этим потом что-то сделать. Вообще такая красота, ребята. Кто вот против неживых цветов, напрасно вы. В Америке здесь вообще не принято такое класть неживые цветы на кладбище. Здесь только дома украшают. А живыми как раз на кладбище. Так распрямить. Сонечка, потряси вот этот цветок вот так вот, чтобы он выпрямился. А то он отлежался за год. Так не ломай. Хорошо вот так. Слушай, они длинные такие. Красивые. Вот это вообще длинные, да? Да. А вот эти, я очень люблю, ягодки такие зимние. Давай не ошибаться. Почему они такие короткие? Да потому что... Что, я их обрезала? Нет. Придется их последними всовывать по бокам, потому что они короткие. Ребят, смотрите, вот этот подсолнух. Сейчас я его встряхну чуть-чуть. Он так похож на настоящий. У него вот эти вот по ощущениям стебель, как у настоящего точно. Классные вообще цветы такие. Такой. Оставляй, Соня. Такой. Не знаю, как этот цветок вот этот называется, но очень красивый, да? Какой-то... Это какой-то... Это какой-то... Нет, это какой-то что-то южный цветок какой-то. Ну, выглядит, блин, просто цветок. Нет, это... Это... Покрутите кто-нибудь вазу. Соня говорит, что нужно подогнуть и сделать покороче. А мне почему-то кажется, что вот этот... То, что он такой огромный, в нем вся прелесть. Вот эти веточки. Я думаю, что мы пока их не будем до Рождества вставлять. Сейчас я попробую, но мне кажется, что до Рождества их не надо вставлять. Они слишком рождественские, эти ветки. Ау! Сейчас, подожди. Хотя, кто его знает. Они слишком короткие, но... О, листик уже оторвали. Или нормально пусть. Или мешает сразу. Я хочу просто короче сделать цветы. А у меня... Ты что, дай мне ручку, а у меня не знаешь, что он выглядит. Соня, ну это... Ну это прекрасно, что они такие большие, они огромные. Хорошо. Это супер выглядит. Мы в любой момент можем их подогнуть. Пусть пока большие побудут. Мне очень нравится то, что он такой огромный. Посмотри на фоне тебя. Хотя, где бы статал? Он будет стоять у нас... Или вот тут, или там на столе потом, когда новый привезут. Давай на этот стопы стоять. Коля, не разбей. Коля. Супер. Так, ну а теперь давайте будем вешать огоньки. А потом разбудим папу. Он у нас спит. Сегодня воскресенье, он спит. Сначала мы повесим огоньки, потом разбудим папу, и он нам будет вешать цветы. Дети все рассосались, потому что сейчас будет самая скучная часть. Я буду вешать огоньки. Ну, только не я. А Лизочка будет мне все время помогать. Лизочка помощница. И смотреть, да? Так, сюда будем белые просто огоньки вешать, да? Ага. Или цветные? Два белые. На елку будем цветные всякие. Большие или маленькие? Давай мы повесим туда большие, потому что там у нас это... Самая главная комната, да? Где мы больше всего проводим время. Ага, с другой рукой. Ну, давай большие попробуем. Хотя она очень длинная. Ну, не надо. Смотри, какая длинная чела. А что, папа? В прошлом году мы ее вешали вот здесь. А как тут распутывать-то? Ну, как-нибудь распутывать потихоньку. Папа сейчас увидел, у него инфар случился, как мы это все запутываем небрежно. Они белые, они желтенькие. Они желтенькие чуть-чуть, да? Ну, как раз, самый раз. Потому что они так мерсают, у них голова начинает болеть. Наша киса ни разу не видела огоньки. Интересно, какая у нее будет реакция? Ой, киса нужно везти! Набой! Нужно посмотреть, я везду свою вверх, а там в голову! О, везду киса! Никита, ноги чуть-чуть толще палочек на заборе. Покажу, чем я вбиваю вот эти иголочки. Ты же молотком для отбивания мяса. Видишь, у нас какой полезный молоток. Очень! Погнали? Да! Короче, повесили с девчонками гирлянду. Да, приступаем. Смотрите, как за шторами красиво смотрится. За этими, за шторой, за цветочками огоньки. Как будто за стеклом. Классно! Так, вот эту гирлянду где будем вешать? Какие предложения? Я сюда, не сюда. Она хватит? Давайте длину померите. По длине, как она. Здесь я тоже думаю, что самое лучшее место для нее. Ага, то есть ее придется вот так вот повесить как-то чуть-чуть. Не до конца. Она получается... По длине, да. О, ну нормально в принципе будет, да? В принципе нормально. Так, перекусить решили чуть-чуть. Отдохнуть, перекусить. Я хочу попробовать вот эту картину свою повесить сюда. Моего производства собственного. Мама, блин, художник. Кстати, это моя любимая картина. Я как-то ее прям с душой рисовала. Вот так, я думаю. И чуть-чуть правее капельку. Еще. Не высоко. Так, теперь по краям цветы. В те же детки. Наоборот. Слушай, я не помню. Нет, я знаю как было. А как было? Было вот так. Я спрашиваю, может быть вот так ты хочешь? А смысл? Оно будет высокое. Нет, нет, переверни. Я не ищу смысл, я спрашиваю. Не высоко, мне кажется, может пониже капельку. Или так будет? Нет, так нормально. А, потому что они же отрастут, то будут висеть. Ну, когда отрастут, через год, тогда можно будет перевесить через год ниже. Нет, да. Мне кажется, высоко. Мне не хочется просто много дырать, на стене делать. Вот я думаю, куда теперь кнопку вешать. Или снизу, или сбоку. Но сбоку это две нужно. Нам нужна срочно вторая кнопка. Где ее взять? У меня нет. Что-то так быстро темнеет на улице. Вроде недавно начали. Было утро. Не, высота одинаковая. Может, по одной высоте тогда вешать. Просто тут как-то цветок выше смотрится. Ну, потому что там листики выше. Да? А этот ниже смотрится, потому что здесь вот эта виселочка гораздо ниже. Идите окна украшать. Правильно. Так. Я думаю, что вот эту индейку мы наклеим вот туда, да? Или сюда? Да, в центр. Где в центр? А у нас их две, что ли? А, у нас их две. Значит, можно две параллельно вот так повесить на стекла. Только на одном уровне, чтобы они были... Смотри, мам, смотри. А, она вот такая, не клейкая, да? Там клей нет. Смотри. Это такая пленка, да? Да. У Сони такие были в комнате. Ты правильной стороной? Или нет? Правильной. Нет. Переверни. Нет? Кожа на оба сторонах. Одинаковая? Да. Одинаковая на всех сторонах. Вот сюда куда-нибудь чуть повышу. Сюда? Да, я думаю, мы в две индейки, чтобы их было хорошо видно. И вторую прямо вот тут где-нибудь, рядом параллельно. Коль, подожди. Не очень круто. Сейчас, смотри. Листики где хотите клеите. А вот здесь. А тут наклеены. Только не ляпайте стекла. Их потом легко будет отлепить, да? Потому что это просто пленка, не клейкая. Вагон. Классная, да? Здесь такая тематика. Необлагодарение. Это индейцы, потому что День Благодарения связан с индейцами, с коренными. А это европейцы. Индейка, тыква. Я вот это, я мальчика возьму. Все, что у них было в первый День Благодарения. На столе тыква, индейка, кукуруза, подсолнухи. Ну-ка, выключите свет, посмотрим, как без света выглядит. Утром будет красивее, когда на воде светло будет. Все равно классно, да? Мам, мам, смотри. На улов. Наклееные. Класс. Мне уже нравится. Лучше будет краска. Теперь гирлянду вешаем. Класс. Так, повесили гирлянду. Сонечка, что мы еще там, огоньки будем там вешать? Да. Да. Беленькие опять. И на махахах есть. Есть по-фельсам. Мне кажется, что беленькие надо. Там, в самом верху, пришлось замаскировать переходник между этими гирляндами. Как-то чуть-чуть не очень. Коль, нормально? А красивее все равно. Коля не хотел, чтобы сюда гирлянду вешали. Коль, не нравится? Что вы делаете? Я предлагаю вот эти листочки теперь по стенам развесить везде. У нас здесь остались на некоторых прошлогодние, как их, клеи вот этот. И на него будем клеить там и здесь листочки. У нас здесь еще вот такие разные есть. Потом придумаем, на что их приклеить. Погнали, как в прошлом году, листочки клеить. Нажимай по стене, чтобы не отпадали. Еще вот тут надо, да, Никита? Мы с тобой здесь будем. Вот они. Вот эти вот, на эти белые штучки приклеивай. Так. Здесь тоже клеить? Да, и по-разному располагайте листочки, чтобы они и вверх, и вниз были, как будто бы падали. И с ногами даже надо. Оль, Никита, у тебя опал лист. Вместе с этим клеем. Так. У нас еще есть куча листиков, дети. Какие есть идеи, куда будем развешивать? Еще вот это мы можем тоже развешивать. Можете в комнату хасировать. О, еще один листик остался. Я думала, что у нас сейчас нормально. Больше не надо? Эта комната уже вообще другая. Да? Ну, давай посмотрим теперь. Дети говорят, что все. Если учесть еще, что в вазу поставим. Ну да, у нас уже прям очень сильно поряжено. А вот в гостиной только цветочки. А, вот эти можно наряжать и везде клеить. А это то же самое, что у тебя листики? Сонечка делает микроскопическую надпись. Счастливого Салу... Хуин, хотел сказать. Счастливого дня благодарения. Так, а папа вам красоту дел. Я тут чищу, а папа мне это чищу. Такую красотищу. Папа, помочь? Я обожаю такое. Папа, помочь? Ну как, дети? Вам понравилось, как мы в этом году нарядили? Да. Мне тоже понравилось больше, чем в прошлом году. Когда свет выключить, самим так. Да, давай сейчас покажем, как без света. Выключай. Смотрите. А окно класс, да? Да. Смотрите. На руки. Сейчас зажжем свечи. Да. Кино посмотрим? Скажем до свидания и пойдем смотреть кино. Один дома. Наши дети любят в День Благодарения, почему смотреть один дома. Ну как, уютно? Да. Красота. Класс. Настоящий праздник, да, уже чувствуете? Да. Кстати, я ничуть не пожалела, что мы купили большой букет, потому что вот в этой вазе он смотрится круто. Огромный такой, богатый. Если был маленький, он не такой был бы. На этом все. Долго мы работали. Дорогие зрители, спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания! И если вам понравились наши украшения, то... Поставьте лайки! Моги, поги!